МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Екатерина. Нам слово. Чаще всего обращаются к нам клиенты по вопросам, которые в той или иной степени имеют судебную перспективу. И как ни парадоксально, но если касаться специфики именно отраслевой, это вопросы семейного права. Споры, к сожалению, нередки между бывшими супругами, между родственниками. Предположим, расторжение брака само по себе не решает всех проблем семейных. То есть до тех пор, пока не будут разрешены вопросы взыскания алиментов, вопросы раздела совместно нажитого брака и имущества, вопросы, связанные с жилищными спорами, вопросы с содержанием супругов, детей, а равно воспитанием тех же детей, эти вопросы автоматически разрешаться в бракоразводном процессе не будут. И, в общем-то, значительную часть тех моментов консультационного порядка, с которыми нам приходится работать, они относятся именно к семейному праву. Кроме того, я хотел бы сказать о том, что сопутствующие моменты расторжению брака, они на сегодняшний день могут быть предопределены при заключении брачного договора. То есть это новый институт, который только формируется у нас в настоящее время, но имеется серьезная мировая практика, известная, наверное, каждому. И я все-таки хотел бы обратить внимание супругов на то, чтобы они более внимательно для себя отнеслись к исследованию брачного договора, с какой целью он заключается, какие перспективы его действия. Почему? Потому что заключение этого документа, заключение именно брачного договора, он в перспективе снимает целый ряд проблемных вопросов. И, опять-таки, коль мы коснулись судебной перспективы разрешения возникающих споров, хотел бы сориентировать спорящих граждан на то, что есть, опять-таки, возможность разрешения возникающих конфликтов путем проведения медиации. Спасибо, Сергей Иванович. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин